Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Что я хочу вам сегодня показать? Я хочу показать вам, как я готовлю окружку. Окружку я готовлю только в жаркие дни. Ну, приступим! В первую очередь я нарезаю лук. Зелёный лук. Без чего нельзя обойтись, это без лука. В окружку идёт зелёный лук. Хорошо, что лук есть в огороде. Захотел окружки, и, пожалуйста, нарвал лук. Так как у меня нет укропа, а укроп это тоже одна из основных составляющих окружки, то я воспользуюсь завороженным укропом. Берём замороженный укроп и добавляем в него лук. Ну, думаю, достаточно. И третья компания – это соль. Вот таким образом. Как следует, солю. И перетираю свой лук с солью и укропом. Лук даст сок и возьмёт в себя соль. Это будет в то время, пока мы с вами займёмся остальными составляющими. Оставляем постоять, а сами работаем дальше. Следующим я буду резать редиску, ну и сразу свежий огурец. Можно натереть огурцы и редиску на тёрке. Но я люблю, когда аккуратно всё порезано. Некрупно, небольшими кусочками. Без редиски окрошка не такая красивая. Можно добавить и редьку. Ну, у меня сейчас редьки нет. А редиска есть. Ну, вот таким образом я нарезаю редиску. Ну, вот, редиски нарезала достаточно. Следующие огурцы. Огурцы не покупные. Вот такие замечательные. Отрезаем все носики и хвостики. И нарезаем тоже такими же небольшими кусочками, как и редиску. Огурцы это тот, компонент, без которого не бывает окрошки. Окрошка это огурцы. В первую очередь. Вот. Что ещё хочу сказать, что в моём детстве, в нашем посёлке, где я выросла, было 2-3 теплицы тогда. И первые огурчики, маленькие такие, мама покупала по 3 рубля за штуку, чтобы сделать окрошку. Не для того, чтобы кушать, делать салат или ещё что-то, а для того, чтобы сделать окрошку, потому что без огурца окрошка и не пахнет окрошкой. Конечно, редиска желательно, но редиску можно заменить редькой, вот, а огурец вы ничем не замените, только огурцом. Ну, вот таким образом тоже, не крупно, я измельчаю огурцы. Мою окрошку. Аромат обалденный, потому что огурцы домашние. Ну, следующий компонент, это отварной картофель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий конфонент Это отварная или вареная колбаса из мяса птицы Много ложить не хочу колбасы в окрошку Тоже не очень крупно Колбасу или мясо положу не всегда Кладу не всегда Потому что в зависимости от желания Хочу, положу, хочу и нет По кладу Вот эти слова меня прямо убивают Ну вот так же мелко В последнюю очередь я Нарезаю туда яйцо Куриное вареное яйцо Терка у меня еще казахстанская Терка и циргизка казахстанская Есть у меня где-то и немецкая Но к этой я привыкла Она родная Вот это яйцо куплено в магазине Но оно прекрасно выглядит Сейчас покажу вам желток Оно даже не отличается от того Которое куплено у крестьянина Видите? Ярко-желтый желток Хороший такой Оранжевого оттенка Яйца не крупные Поэтому Ложу их немножко больше Кладу Боже мой Ну вот Вот это все Что я использую в окрошке Первое Что у меня пошло Это зелень и лук Посолила и перетолкла толкушкой Следующая была редиска Огурец Картофель И яйцо Так Сейчас мы поперчим Перчим И Наливаю сыворотку Всем, кто не знает Как в Германии называется Сыворотка Вот она Прекрасная Сыворотка Я Сняла в магазине Прямо На прилавке Не на прилавке На полке Называется она Райны Мольке Райны Мольке Это сыворотка Без добавления Фруктовых Каких-то вкусов И так далее Я даже в Казахстане Делала окрошку На сыворотке Мне так нравится И еще одну Сыворотку Сыворотка Обезжиренная Чистая Вот И вот так Но я добавляю Обязательно Сливки Сколько добавлю Сливок Я еще Сама Не знаю Одну Или две Баночки Сейчас я Пока перемешиваю Все Сывороткой И у меня Есть вот такой Откнор Называется Салат Крюлинг Укроп Или называется Дилькройтер По-немецки Это с укропом Что дает Вот эта приправа К салату Она дает Аромат укропа Усиливает Она дает Кислинку И Окрошка Становится Насыщеннее И еще Вкуснее Мне так Нравится Перемешиваем И добавляем Сливки Почему я не беру Сметану Густую Потом Булькаться С ней не хочется Перемешивать Ну вот Сейчас попробуем Сразу На соль Соль И сливки Я добавлю еще Добавляем Соль И положу Один пакетик У крупной приправы Мне не хватает Кислоты Перемешиваем И еще Один стаканчик Сливок Попробуем 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 Еще раз Еще раз Вот такая Замечательная Крошка У меня Сегодня К столу Я думаю Что моя семья Будет этим Довольно Снимаем Снимаем Пробуем Очень вкусно Очень вкусно Добавляем Но я думаю Каждый Каждый Добавит Свою Тарелку Столько Сколько Ему Нравится Ну вот Сегодня Мы Приготовили Обед Для Жаркого Дня Всем Приятного Аппетита Ставьте Лайки Подписывайтесь На мой канал И пишите Ваши Замечательные Комментарии Девочки Мне Очень Грустно Но Канал Не двигается Или Двигается Такими Семимильными Шагами Что Уходят Подписчики От меня Не знаю Чем Я Еще Могу Вам Распорадовать Чем Могу Удивить Но Я Пытаюсь И стараюсь И буду Это делать Так что Оставайтесь Со мной Я Вас Всех Очень Люблю Счастья Здоровья Мирного Неба Над головой Всем Пока Пока И До новых Волнующих Встреч А для тех Кто не знает Где Германии Продается Сыворотка Я вам Поставлю Небольшой Кадрик Из магазина Пока Вот это Сыворотка Кто не знает Это Чистая Сыворотка 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 Сыворотка